ДИНАМО СПАРТАК Неожиданно весьма закончилась эта игра. Уже в первом тайме Динамовцы вели со счетом 3-0. В итоге игра закончилась со счетом 5-1. Единственный мяч свои спартаковцы забили на последней минуте этого матча. Были все шансы проиграть и вовсе 5-0. Удивительная метаморфоза с нашими клубами происходит. Я напомню, что в начале чемпионата, когда встречались эти клубы, по-моему, если не ошибаюсь, третий тур был, тогда спартаковцы выиграли со счетом 4-0. И тренер Динамовцев был вынужден уйти в отставку после этого поражения. Зеркально произошла победа 5-1 с разницей тоже в 4 мяча. Победа Динамовцев. И на этот раз в отставку отправляется уже главный тренер московского спартака Унаи Эмери. В общем, такой пощетчины не смогли стерпеть и руководители московского спартака. Интересно, что в предыдущем матче Лиги чемпионов, где спартак играл с Барселоной и потерпел крупное поражение тоже в Лужниках со счетом 3-0, владелец клуба Леонид Федунов заявил, что Эмери доработает свой срок двухлетний обязательно и что он не собирается его отправлять в отставку. Но вот второе поражение уже со счетом 5-1 и от Динамо, видимо, чашу терпения все-таки переполнили. Эмери отправился сразу буквально на пресс-конференции после матча. Валерий Карпин, президент клуба, заявил о том, что Эмери отправлен в отставку и он вновь возглавит клуб как главный тренер. Ну, как исполняющий обязанности. Скорее всего, будет ли Карпин дорабатывать уже весь этот сезон или будут искать? На этот вопрос не могу сейчас ответить. Я думаю, что и в московском «Спартаке» об этом не знают. Если действительно тогда Федун не говорил действительно искренне и собирался все-таки дать возможность с Эмери доработать свой контракт, видимо, после этого матча сейчас, видимо, как раз в кулуарах там и принимается решение, что делать дальше с главным тренером. Вообще, Эмери, который очень хорошо себя зарекомендовал в испанском чемпионате, его клуб был на третьем месте сразу после Реала и Барселоны, главных топовых клубов Испании. Здесь молодой, амбициозный тренер, который мог себя проявить так в испанском чемпионате, но от него многого ожидали. Но как-то вот так получается, что Эмери уезжает из России непонятым. Ни болельщики, ни специалисты, ни журналисты спортивные так и не поняли, чего он хотел от команды, его шагов. Поэтому, наверное, логично была эта отставка, тем более отсутствие результата. Хотя и «Спартак» продолжает бороться за высокие места в чемпионате, но очень уж нестабилен этот клуб. Он постоянно его так выкидает, то победы хорошие, яркие, то вот такие вот поражения. Но принципиально, чего уж там говорить, игра была с «Динамо» и проигрывать со счетом 5-1. Да и вообще, наверное, проигрывать в этом матче Эмери, наверное, не надо было для того, чтобы сохранить свой пост. Но проигрывать со счетом 5-1, конечно, этого стерпеть не могли. Болельщики московского «Спартака» вообще сейчас на взводе, надо сказать, сразу после матча около двух сотен болельщиков блокировали автобус с игроками. И, в общем, много неприятного и нецензурного пришлось выслушать болельщикам. Благо, не все они понимают по-русски. Хотя были выкрики и на английском, насколько я понимаю. И международные знаки тоже показывали, довольно понятные. Ну, в общем, чего еще ожидать от болельщиков, да еще и от радикальной ее части после поражения от принципиального соперника со счетом 5-1. Вообще, если говорить о футболе нашем, то, в каком сейчас он состоянии находится, мы уже говорили о кризисе. Но вот хочу все-таки сказать о том, что есть приятного. Это выступление Анжи и Рубина в Лиге Европы. Два клуба пробились в одну шестнадцатую. Приятно, что оба эти клуба представляют национальные республики. Я думаю, что это очень хороший знак для тех, кто делит наш футбол по национальностям и так далее. Ну, вот как раз сейчас клубы из Татарстана и Махачкалинский клуб из Дагестана будут представлять российский футбол на международной арене, на европейской арене. Причем представляют они здорово. Победы над Интером, победы над Удинезо, победы над Ливерпулем. Это многого стоит. Можно говорить там, что многие топ-клубы европейские не очень серьезно относятся к Лиге Европы. Это их проблема. Мы относимся серьезно и это пускай локальная, но победа российского футбола, что, конечно, добавляет каких-то оптимистических нот в оценке того, что происходит в футболе. Конечно, это очень мало. В этих второстепенных европейских кубках у нас уже есть и победы, и яркие победы. Сейчас, конечно, главной целью была все-таки Лига чемпионов, где мы никак по-настоящему себя проявить не можем. Наш топ-клуб, главный клуб, на который мы рассчитывали, Питерский Зенит, бесславно закончил выступление в этом кубке. Теперь надо ждать уже следующего года и смотреть, кто будет выступать в этом кубке и как он будет выступать. Ну, вот, наверное, все, о чем я хотел сегодня рассказать. Будут еще очень важные матчи 17-го тура. Сразу по их окончанию мы обязательно еще поговорим об итогах этого тура и о том, какие тренды сейчас существуют, как будут развиваться дальше события и вокруг Зенита, и вокруг борьбы за первые места. Все это будет на Вестнике Кавказа. Пока!